Я столько слышал о ваших походах, и вот я в одном из них. Мы сплетём наши саги воедино. Нить к нити. Всем привет, меня зовут Родион Ильин, и сегодня мы поговорим про Assassin's Creed Valhalla. В этом году Ubisoft пошла на небывалый риск. Впервые за новейшую историю мы получили две максимально схожие игры, фактически в один сезон. Первая это, конечно, Watch Dogs Legion. Обзор на неё читайте у нас на сайте, ссылка в описании. И вторая игра Assassin's Creed Valhalla. Вот о ней поговорим прямо сейчас. Да, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Но нам нужно было дождаться хромакея. В общем, сумели ли разработчики исправить недостатки последних двух частей франшизы? Хороша или плоха в итоге получилась игра? На просторах сети её всё больше хвалят. Но заслужено ли? Давайте разбираться. С тобой говорю я. Мне нужны сведения. Долгое время Ubisoft ходила между двух огней. С одной стороны, в компании понимали, что Assassin's Creed это флагманский сериал, который любят миллионы геймеров по всему миру. С другой, игру необходимо было менять, поскольку концепция уже начинала устаревать. Результатом стало появление компромиссный синдикейт, в которой авторы отошли от жёсткой сюжетной структуры в сторону более свободной песочницы. Позже, уже в Origins и Odyssey, ассасины окончательно переехали в лагерь полноценных экшен-рпг, взяв за основу концепцию третьего Ведьмака. Следствием этого стало появление системы уровней, медленная прогрессия и невероятное количество гринда. Ну, ты и сам, должно быть, помнишь эти замечательные истории. Например, о том, что первое задание по охоте на Минотавра начиналось на условном 15 уровне, а прямое продолжение квеста требовало, скажем, 30-го. Стоит ли говорить, насколько такое дизайнерское решение раздражало? Так вот, главной интригой Вальгала был вовсе не сеттинг и его реализация, а то, готовы ли разработчики пересмотреть свой опыт и, если это возможно, вернуться, так сказать, к корням. В многочисленных интервью авторы Вальгалы обещали именно это. На практике всё казалось несколько иначе. Прости, я молю, пощади меня. Как и подобает хорошему эпосу, Вальгала стартует со сцены пирушки. Главный герой помогает своему родителю побрататься с одним очень важным викингом. Слово за слово, пышная речь и вот уже деревня вся объята огнём, кругом резня, враги не щадят никого. В общем, классика жанра. Спустя много лет герой или героиня вырастает, мстит обидчику и отправляется в далёкое путешествие к берегам Англии. Уже по прибытии главный герой остаётся за главного в только что организованном лагере. Тут-то история и стартует полноценно. Молодой викинг Эйвор оказывается вынужден по самую маковку зарыться в местные политические распри, не забывая при этом про развитие своего нового дома и выполнение всевозможных личных квестов соратников. Шаг в сторону от завязки и становится ясно, что Assassin's Creed вновь не предлагает геймерам комплексной истории. По сути, на долгие часы центральным стержнем повествования становится так называемая карта союзов. Герой вынужден кузнечиком скакать на подхвате у местной знати. Надо помочь вычислить предателя. Пожалуйста, Эйвор тут как тут. Король саксов, слюнтяй, который развёл на своих землях гегемонию обормотов варваров. Вот мой топор, кричит Эйвор. Необходимо похитить местную королевишну? Вы поняли, кому отправлять весточку с пометкой «Довостребование». С одной стороны, жаловаться на такой подход как-то грешно. Истории, что Ubisoft рассказывает игроку, в кои-то веки действительно занимательны. За персонажами интересно наблюдать. Конфликты прописаны довольно убедительно. Другое дело, что вот эта позиция стороннего наблюдателя всё-таки расстраивает. Деление игры на большие, формально не связанные между собой сюжетные сегменты развязывает руки геймдизайнерам. Они могут навернуть сколь угодно злую систему прогрессии. Дескать, вот ты здесь заверши то-то, а потом сходи туда-то, прокачайся и только потом в бой. Тебе не больно править лодкой? Нет, не бойся. Меня утомляет лишь длительное напряжение. Я чересчур быстро устаю. Сугубо формально Ubisoft сумела избежать повторения ошибок Origins и Odyssey. Но это лишь на первый взгляд. По факту система разделения локаций и противников на уровне никуда не делась. Она просто стала хитрее. Помните, как герой не мог почти ничего сделать с противником, от которого отставал в развитии на несколько уровней? В Вальгале вы с этим кошмаром не столкнетесь. Враги в игре подразделяются на сильных, слабых и середняков. Но убить всё же можно кого угодно, если очень постараться. Разница между хилым мечником и продвинутым воином или боссом состоит в количестве урона, который тот может нанести главному герою. Поэтому да, ныне не придётся делать ноги, едва завидев неприятеля, чей уровень значительно превышает уровень Айвара. Другое дело, что таких неприятелей может быть несколько на одну локацию. В этом случае поле брани превращается в танцпол с единственно верной тактикой нанес несколько ударов, отбежал, начал заново. Правило простое. Чем способнее герой, тем проще биться. Соразмер на этой системе выстраивается и выбор занятий. Например, довольно глупо пытаться устроить союз с тем или иным королевством, если для прохождения квеста требуется как минимум 90 единиц мощи при 50 имеющихся. Конечно, никто не запрещает рвануть, слоня голову в водоворот приключений, но будет тяжко. Местами так даже очень. Позитивный момент здесь. Сама прокачка не доставляет каких бы то ни было неудобств. В среднем за один выполненный квест игра выдает по 2 очка умений. Соответственно, первых часов в 10 ты не испытаешь каких бы то ни было затруднений. Персонажу на все хватает сил. Но именно на этом моменте кроется ключевая разница между Watch Dogs Legion и Вальгала. Хакерская история от Ubisoft позволяет пройти себя от начала и до конца вообще не заморачиваясь с сайт-квестами. Вальгала же в какой-то момент будто говорит, посмотрел немножко истории, теперь давай качайся, а то слабоват, чтобы за сюжетом следить. И начинается. Смотайся в рейд, собери ресурсов, отстрой поселения и далее-далее по списку стандартных сайдов. Watch Dogs Legion делали по лекалам MMORPG. Новый Assassin's Creed порой ощущается точно так же. Что отличает хороший сюжетный боевик в открытом мире от экшена, созданного по образу и подобию многопользовательских игр. Набор активностей. И вот на этом моменте мы плавно переходим к тому, чем же именно предлагает заниматься Вальгала. За долгие годы существования Assassin's Creed превратилась в настоящий могильник игровых механик. От переодевания в разные костюмы образы до создания собственного братства с контрактами по всему миру. При всех особенностях конвейерного производства одного у сериала было не отнять. До недавнего времени он не ощущался как набор разрозненных механик, которые так себе связаны друг с другом. Начиная с Assassin's Creed 2, Ubisoft крайне ответственно подходила к тому, чем именно геймеры занимались в ее играх. В результате миссии и слежки чередовались с секретными проникновениями и ярко поставленными экшен-эпизодами. А один талантливый художник и изобретатель предлагал попробовать Эдсо-гаджеты собственного производства. Ну ты помнишь, да? А уж какие расследования были в Syndicate! Шик! А помнишь роскошную стелс-миссию из Black Flag? Ну, вот ту, где надо было проплыть мимо голландцев средь туманных вод. К сожалению, Вальгала не может похвастаться ничем подобным. 95% заданий сводится к филигранной шинковке врагов при помощи топоров, скрытого клинка и лука. Разница лишь антураж. То мы средь болот разыскиваем попавших в беду викингов, попутно вырезая толпы противников, то штурмуем небольшую деревеньку, в которой окопались враги, или освобождаем замок от засевших там неприятелей. Действительно же нетривиальных эпизодов раз-два и обчелся. Скажем, загадка со светом в Асгарде. Или грандиознейшая попойка по случаю свадьбы и коронации. И все же большую часть времени Вальгала пытается выезжать на антуражи и отмороженной жестокости. Не так уж и часто все-таки выходят игры, где основной способ добычи стройматериалов это разграбление христианских монастырей. И это я еще скромно молчу про натуралистичные сцены пыток и карательные зачистки английских деревень. С обязательным последующим их поджогом. Тотальным. К сожалению, если отбросить всю жесть в сторону, на выходе остается лишь рубилово, которое бы вполне было бы подстать какому-нибудь многопользовательскому экшену. Вальгала просто не может предложить эпизодов, сравнимых по ощущениям и проработке с проникновением в анатомический театр из Синдикейт или венецианским карнавалом из второй части. Я уже точечно говорил про историю, но вот мысли в общем. Увы, но разработчики совершенно не сумели создать сколь-нибудь хорошую историю. Все эти политические, как бы подковерные игры, диалоги между главным героем и поселенцами, все это не работает, поскольку авторы нарушили один из самых главных повествовательных законов. В игре попросту нет конфликта, то есть противостояния героя среде, внешнему врагу или самому себе. Давайте просто кратко пробежимся по предыдущим частям серии. Assassin's Creed 2 началась со смерти родных главного героя. Конор из третьей части ввязывался в войну между орденами из-за личной драмы. Альтаир пытался восстановить поруганную честь. Даже Эдвард из Black Flag и тот пошел в пираты не от хорошей жизни. Абсолютно во всех основных частях серии, за вычетом, пожалуй, Одиссея и Синдиката, героями двигала личная заинтересованность. И вот уже в эту внешнюю сюжетную арку сценаристы вплетали все драматические и комические события. Вальгала вроде бы и стартует правильно, но довольно скоро наш викинг расправляется со своим обидчиками и начинается та самая сага колонизации Англии. Только она. Разумеется, можно вспомнить момент с видениями Одином, маячищем на заднем плане и вот это вот все такое потустороннее, но будем честны, этого слишком мало для действительно хорошего сюжета. Нам просто незачем играть. В новой Assassin's Creed нет яркого персонажа, который мог бы придать смысл всему происходящему. Даже Watch Dogs Legion с ее отказом от главного героя и та умудрялась зацепить поисками нулевого дня, благодаря чему история не распадалась на фрагменты. Новая Assassin's Creed же похожа своей завязкой на какую-то масс-эффект Андромеда, ей-богу. Эй, смотрите, у нас тут полный корабль колонистов, ай да новые земли для жизни открывать. Ну не работает такой подход без нормального конфликта. Стремление авторов создать нереально большую сюжетную игру в конечном счете привело к тому, что задания в Вальгале попросту начинают повторяться. Помогали отыскать предателя единожды? Вот вам вторая попытка. В других декорациях, энтураже, но с точки зрения механики абсолютно идентична первому заходу. Уже искали в прототипе современного Лондона культистов? Спустя 15 часов вам предложат заняться ровно тем же самым. Ну и не дело, когда почти всякая сюжетная арка заканчивается штурмом замка, который к тому же подозрительно напоминает по своей идее штурм фортов из Black Flag или осада укреплений из Shadow War от Monolith. Снесли две преграды, опустили мост, закрыли квест. Но даже там, где игра вроде бы и не предлагает брать вражеские редуты миссию, все равно завершает гигантская свалка, где головы летят с плеч противников чаще, чем в ход идет скрытый клинок, который у главного героя так и тоже имеется. Все сказанное может создать впечатление, что Assassin's Creed Valhalla игра так себе. Но нет. Ubisoft создала крепкий экшен в открытом мире. Его геймплейная основа работает. Линии ярлов получились хорошими, и это главное. А работа художников уровней так и вовсе великолепна. Особенно заснеженные горные хребты и фьорды выглядят просто захватывающе. А уж прыжки веры с самых высоких пиков в этот момент натурально остынет кровь в жилах. И невольно морщишься, ощущая все это собственным вестибулярным аппаратом. У Ubisoft получилась просто нормальная игра. Нормальный такой Assassin's Creed. Где-то игра удивляет удачными находками, где-то раздражает, да. Не гениально, но вполне играбельно. От меня 7 баллов из 10. Спасибо, что досмотрел это видео. Ставь лайк, жми колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики на нашем канале. И обязательно подпишись, если вдруг еще нет. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok